Второй том добротолюбия, страница 30-20, святого Ефрема Сирианина, Увещание к покаянию, 40-й пункт. Заговорил богатый, и все замолчали, и слово его превознесли до облаков. Сирахов 13-28. А нам говорит Бог во священных писаниях, мы же не хотим умолкнуть и послушать. Напротив того, кто говорит, кто дремлет, а иной кружится помыслами где-нибудь вне. Но что говорит Писание? Кто отвращает ухо свое отслушание закона Всевышнего и молитва того в мерзость. Притча 28-9. Емлись за вечную жизнь, которой ты призван пред многими свидетелями, исповедав доброе свое исповедание. Еще немного, совсем немного, и грядущий придет и не умедлит. Бойся, Господа, всею силою Твоею, и не соревнуй делам нечестивых, потому что огонь их не угаснет, и червь их не умрет. Не ель лукавому, который внушает тебе обманчивые помыслы, говоря, еще ты молод, еще много лет должно тебе жить. Потому теперь веселись и не печаль души своей, в старости своей должно тебе приносить покаяние. Уже ли ты так неразумен, брат, и не знаешь, что лукавый обманет тебя в этом? Если не каешься ты в молодости и в возрасте полном сил, когда в состоянии перенести всякий труд и выдержать подвиг, то, состарившись, не будешь ли представлять в предлог бессилия старости? А если еще в юности твоей похищен будешь отсюда, что тогда делать тебе? «Поэтому оставь путь вражеский, послушай голоса истинного владыки, который сказал, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа. Приидет, приидет и не замедлит страшный тот час, в который мы, эстезуемые, не будем иметь оправдания, ибо что будем в состоянии ответить Господу? Что еще оставалось ему сделать для нас, и он не сделал? Не видели и разве Бога, слово смирившимся в образе раба, чтобы и мы сделались смиренными? Не видели разве недомыслимое его лицо оплеванным, чтобы и мы, оскорбляемые, не ожесточались? Или не видели, как святые хребет его предан, святой был бичеванию, чтобы и мы покорно несли его послушание? Или не видели, как лицо его было заушаемо, чтобы мы, унищижаемые, не приходили в ярость? Или не слыхали, как говорит он, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, чтобы и мы стали кроткими и смиренными, а не завидовали друг другу и не угрызали, не поедали друг друга? «Какое же оправдание дадим мы ему?» 45. «Знаю, что помиловал Бог многих покаявшихся, но большая часть из них грешила по неведению. «Знаю, что простил Бог многих, но они многих имели перед Ним за себя предстателей. Читаю написанное о Корее и Дафане, и прихожу в ужас, видя, как Бог наказал их за Моисея. Рассуждаю о том, что написано о Мариаме, сестре его, как она за одно слово, сказанное Моисею, вся покрылась проказою. «И содрогаюсь. Если такое постигло наказание за святого человека, то какое будет истязание за вечного Бога? Каин, убивший брата, подвергается столь долговременной казни, что же будет со скорбившими Бога? Строг был приговор во время потопа, и боюсь, чтобы не подпасть одной участи с погибшими тогда. Бог прогневался за построение столпа, который не мог быть совершен. Что же сделать за собственное падение? Я покаялся, но не знаю, умилостивил ли Бога. Умоляю и святых, но, может быть, не приемлются их молитвы. «И послышу из Икиилия, который говорит, что ни Ной, ни Ел, ни Даниил не успеют в просимом имя». Из Икиилия 14, 18. «Из отчего недрост не шедший и сделавшийся для нас путем спасения, Господь божественным глазом своим воодушевляет нас на покаяние, говоря, не пришел призвать праведников, но грешников на покаяние. Если б я это говорил, ты мог бы не послушать меня. Но если говорит это сам Господь, то почему пренебрегаешь этим, не ради о жизни своей? Если сознаешь в себе, что во внутренности твоей есть язва помыслов и дел, то почему не родишь о сокровенных язвах твоих? «Врача ли боишься? Но он исполнен благости и милосердия. Для тебя пришел он из отчего недра. Для тебя воплотился, чтобы приступил ты к нему без страха. Для тебя вочеловечился, чтобы исцелить твои тяжкие язвы. И сам призывает тебя к себе с великой любовью и со всякою благостью. Отверстся дверь покаяния. Постарайся же, грешник, войти, пока она не затворена. Не будет она ждать тебя, если срок заключения ее пришедшей застанет тебя пребывающим в нерадении. Почему возненавидел ты жизнь свою, несчастный? Что выше души твоей, человек? Но ты, грешник, пренебрег к нею. Не знаешь, возлюбленный, в который час небесный врач велит затворить дверь своего врачевания? Приступи, умоляю тебя, постарайся исцелиться. Он хочет покаянием твоим обрадовать небесное воинство. Солнце достигло уже вечернего часа, и для тебя только медлит, чтобы ты достиг обители. Долго ли будешь терпеть нечистого врага своего, бесстыдно исполняя волю его? Он хочет вернуть тебя в огонь. Вот о чем его старание. Вот дар его тем, которые любят его. Он всегда воюет со всеми людьми, поражая их худыми и нечистыми пожеланиями. И он же нечистый, покорившихся ему, доводит опять до отчаяния, ожесточает сердце, иссушает слезы, чтобы грешник не пришел в сокрушение. Всеверно отвращаясь от него, человек, питая ненависть и омерзение к тому, что ему любезно. Приступим, будем молиться, пока есть на это время. Здесь, пока мы в этой жизни, всегда можем умилостивить Бога. Нетрудно снискать нам прощения, пока благовременно для нас ударять в дверь его милосердия. Прольем слезы, пока еще время принятия слез, чтобы, отшедши в тамошний век, не плакать бесполезно. Ибо там ни во что не вменяются слезы. Почему не брежем о спасении? Почему не желаем исцелиться, пока есть еще время? Ради немногих слез, пролитых в это время, и ради покаяния, Бог прощает все грехопадения. Поплачь немного здесь, чтобы не плакать там, век века во тьме кромешной. Будь благораскаян здесь, чтобы там не быть тебе вернутым в неугасимый огонь. Многие святые праведно совлеклись этого мира и дел его по доброму произволению свободы и по благому упованию на заповеди Божии, убедясь, что насладятся Божьими благами в раю сладости. Возлюбив Христа, они предпочли его всему тленному. Почему ежедневно ликуют в Боге, просвещаются во Христе, непрестанно радуясь в душе святом? Веселится о них святая Троица, веселятся о них ангелы и архангелы, веселится о них рай сладости. Другие же погрязли тленам и уподобились почти бессмысленным. Что делаешь ты, человек, проводя такую грешную жизнь? Бог создал тебя разумным. Не делай же себя сам подобным бессловесным. Отрезвись сколько-нибудь и приди в себя. Ради тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы вознести тебя с земли на небо. Ты позван на брак небесного жениха. Для чего же не брежешь? Для чего медлишь? Скажи мне, как пойдешь на брак, не имея приличной брачному торжеству одежды? А если без нее войдешь, тотчас услышишь, Вдруг, как вошел ты сюда, не имея одеяния брачного? Свяжите его и бросьте в печь огненную. Уже ли не боишься этого, не трепещешь и того, что близко время явиться жениху во славе своей? Не знаешь разве, что все уже готово, и небесная труба ждет мановения. И что будешь делать в тот час, если не приготовишься к нему, как должно? Во время смерти великий предстоит страх всем грешникам. Час разлучения доставляет радость всем святым, всем праведным, всем подвижникам. Но тот же час ввергает в печаль неусердных и слабых, приводя им на память нерадение их и беспечность в прошедшее время жизни. Тогда раскаяние ужасно мучает сердце человека, да то ли не имевшего по печеньям о своем спасении. Мучительность раскаяния этого превышает самый страх смерти и разлучения. Напротив того, праведные святые и подвижники веселятся в час смерти и разлучения, имея перед очами своими великий труд своего подвижничества, бдения, молитвы, посты, слезы, возлежания на голой земле и вретище. Душа их ликовствует, потому что по разлучению с телом надеется войти в покой. Но страшное явление смерти грешникам и людям слабым, которые не заботятся о чистоте жизни в суетном мире, и весьма сильно печалит час разлучения человека грешного. Ему вовсе не дозволяется сказать что-либо за себя. Повеление отчасти то он дается со строгостью. Час разлучения не печалит того, кто освободился от всего земного, но печалит смерть человека любосластного, печалит грешника, печалит ленивого, который ленился делать угодное Богу, печалит многостяжательного, связавшего душу свою по печеньям мирскими, печалит богача, потому что невольно разлучает его с богатством его, печалит миролюбца, потому что разлучает его с миром. Все такие печалятся сейчас смертные, потому что связаны мирскими попечениями. Но душе, свободной от мира и отрешившейся от попечения его, о чем воздыхать и печалиться? Возживала она свободы, взыскала ее, стяжала, и прибыла всегда такое, мужественно шествуй по пути Божьей, с готовностью делая благоугодное Богу. И ты, если всей душой прилепишься к Богу, то никогда не убоишься смертного часа. Скорее же смерть и разлучения с телом обратятся для тебя в радость. 55. Благой Бог даровал нам просвещение, ведение, а мы день от дня отвергаем это. Если бы исполняли мы волю Божию, то были бы блаженны в час воздаяния вместе со всеми творившими волю его. Но как не исполняли, то не будет нам никакого там оправдания, потому что все грешим, имея ведение. Все мы испытываем Божий промысл и все дары, какими ущедрил нас благой Бог. Благодать Его часто во всякое время посещает сердца наши. Если находит в себе упокоение, то вошедший постоянно обитает в душе. Если же не находит чистого сердца, тотчас отступает. Но щедроты снова побуждают ее снизойти и посетить нас, грешных, потому что все мы изменяемы по произволению, но не по природе. Всегда мы рассеянны и слабы, завистливы и лукавы, часто думаем друг о друге худо, занимаемся лукавыми помышлениями, всегда, как в ужасной тине, погруженных в помыслах. И когда благодать приходит посетить нас, встречает в сердцах наших зловоний и нечистых помыслов, и тотчас отступает, не находя себе входа, чтобы вселиться и обитать в нас, как ему угодно. И разве только светоносные своей сладости производят впечатление на сердце, чтобы ощутил человек, что благодать посещала его, но не нашла себе входа, чтобы таким образом, усладившись озарением благодати, взыскал он ее. Впрочем, сама благодать не может совершенно отступить от нас, потому что собственным своим милосердием побуждается всех миловать. видишь ли промысел Божий, видишь ли милосердие Христово, видишь ли, как святой Бог всегда любит нас и хочет, чтобы спаслись мы. Блажен человек, который всегда старается уготовить благодать и чистое сердце, чтобы пришедший нашла на благоухание добродетелей и святыню души и обитала в нем век века. Блаженны те, которые, попавшие в сети врага, успели разорвать его путы и скрылись, бежав от него, как рыба, спавшаяся из сети. Рыба пока в воде, если, будучи пойманно, прорвет сеть и скроется в глубину, то спасется. А когда извлечена на сушу, не может уже помочь себе. Так и мы, пока еще в этой жизни, имеем от Бога власть разорвать на себе узы вражеской воли и покаянием свергнуть в себя бремя грехов и спастись в небесное царство. А если застигнет нас страшное то повеление, и душа выйдет, и тело предано будет земле, то не в силах уже мы помочь себе, как и рыба, извлеченная из воды и заключенная в сосуде, не может уже оказать себе помощи. Не будем ждать, пока придет смерть, чтобы не остаться нам в стыде в воскресенье мертвых, когда святые облекутся в светлую ризу, какую уготовали себе добрыми делами. Если увидим тогда себя не только обнаженными светлой славы, но и очерненными, исполненными зловония, то какой стыд овладеет тогда нами. Постараемся же о том, чтобы не подвергнуться такой опасности, вступив в подвиг покаяния и ощущения себя от страстей. Грех есть тьма, а добродетель – свет. Грех, когда любят его и творят, чернит своих делателей, а добродетель, когда подвизается в ней, преуспевших в ней делает светлыми. Сотворим плод благоугодный Богу, прежде нежели изыде страшное повеление взять душу из тела нашего. Горе тогда оскорбившему Господа Бога нашего и непокаившемуся. Станет он искать времени, которое погубил в нерадении, и не найдет. Восплачем же перед Господом Богом нашим, чтобы обрести у него щедроты. Пока есть у нас время, побережемся и снищим благословение Господне. Не о деньгах у нас забота, их, если и лишиться, кто может вместо них приобрести другие. У нас в опасности душа, если погубим ее, то не можем уже возвратить. Шестьдесят. Дни наши бегут, и конец приближается. Восплачем пред Господом Богом нашим, пока не заключены во тьму кромешную. Тогда и многими слезами не можно будет возвратить нам дни сии, если проведем их в нерадении, и немало не воспользуемся ими для спасения своего. Все ныне время благоприятное, вот ныне день спасения. Блаженны трезвенствующие, потому что увенчаются они в радовании. Блаженны плачущие ныне, ибо они утешатся вместе с избранными Божьими. Блаженны трудящиеся в Господе, потому что их ожидает райское наслаждение. И мы не оправдаемся делами других, и другие не будут осуждены за наши дела. Когда нас, обнаженных и открытых, представит судья дать отчет в том, что нами поделано, тогда не осудят одного за другого, но каждый свое понесет бремя. Если на кого сделавшего худое донесено будет князь, то обвиняемый может еще спастись от наказания, бежав в другое место. От лица же, Божий, куда убежим, по слову сказавшего, куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в ад, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя наставит меня и удержит меня десница Твоя. Пойдем путем узким и тесным, любя сокрушение, чтобы пребывало в нас памятование смерти, и чтобы освободиться нам от осуждения. Ибо сказано, горе смеющимся ныне, ибо возрыдаете и восплачете. Блаженны плачущие ныне, ибо они утешатся. Заглянем в могилу и увидим тайны нашего естества, кучу лежащих одна на другой костей, черепы, обнаженные от плоти и прочие кости. Смотря на них, увидим в них себя самих. Где красота настоящего света? Где доброзрачность ломит? Размышляя об этом, откажемся от плотских вожделений, чтобы не быть нам постыженными в воскресенье. Каждый день ожидая исшествия своего, и готовься к этому пути, ибо в который час не ожидаешь, придет страшное повеление, и горе неготовому. Прекрасное сокрушение сердечное, оно врачует человеческие души. 65. Как невозможно пловцам навсегда оставаться на корабле и путнику, остановившемуся в гостинице, и не выйти из ней. Так и нам. Невозможно вечно пребывать в жизни этой. Странники и пришельцы мы. Будем же, взирая на это, мысленным оком готовиться к представлению из этой жизни. Если бы ты был тружеником, то не скорби о приближении доброго переселения в другую жизнь. Возвращающийся домой с богатством никогда не бывает в печали. Бог сотворил человека свободным. Почему и предназначены ему почести и наказания. Именно же хорошо подвязающимся почести и венцы, а преступникам и небрежным наказания и муки. Есть грех и к смерти. Смерть же готовит себе тот, кто коснеет в грехе, и от запрещенных дел не переходит к лучшей жизни. Велик страх в час смерти, когда душа разлучается с телом. Потому что в этот час разлучения предстанут в душе дела ее, добрые и худые. Какие деланы ею днем и ночью? В трепете, смотря на дела свои, говорит она им, отойдите, дайте мне выйти. Дела же ее все в один голос отвечает ей, ты нас наделала, с тобою пойдем мы к Богу на суд. Никому неизвестный день и час разлучения. Когда без забот находим и веселимся на земле, внезапно застегает нас страшное повеление взять душу нашу из тела. И отходит грешник в путь тот, в день и час, который не ожидал, когда душа его исполнена грехов и не имеет оправдания. Не думай, брат, что проживешь еще много лет на земле и не разленивайся, поблажая греховным помыслам и делам. Повеление Господне придет внезапно и застегнет грешника, не имеющего уже времени к покаянию и к получению прощения. И что скажешь, брат, смерти в час разлучения? Непрестанно ожидай смерти разлучения и предстанье на судилище Господне. И как рачитель о спасении мудрый, имей всегда уготованным светильник свой, ежечасно еще осматривая его в слезах и молитвах. День преклонился к вечеру, время наше на исходе, а мы, по неверию своему, думаем, что еще утро. Время приблизилось уже к жатве, кончается век этот. Ангелы в готовности держат серпы и ожидают мановения. Устрашимся, возлюбленные. Уже одиннадцатый час дня, а путь еще далек. Постараемся, чтобы нас застали в пути, сделаемся бодренными, отрезвимся от сна. Говори сам себе, вон, братья наши работают, а мы с тобой проводим время в праздности. А они, слушая божественное писание, напоеваются, как жаждущая земля дождем. А мы, и внутри затвора находясь, скитаемся помыслами все. Они трезвятся, а мы неродим. Они бодрствуют в молитвах, а мы связали себя сном и леностью. Они получили венец, а мы остаемся в своей лености. Они благоугодны Господу, а мы угождаем миру. Чего ради не отрезвляемся, чтобы и себе получить награду? Вот дни, годы и месяцы проходят, как сон и как вечерняя тень, и скоро настанет страшное великое пришествие Христова. И воистину страшен день тот для грешников, не хотевших исполнять волю Божию и спастись. Свернем же, наконец, себя по печенье о земном и начнем готовиться к встретению дня того. 75. Все приходит, все исчезает, и ничто не принесет нам пользы в частность, кроме добрых дел, какие здесь имеем. Каждый понесет тогда свои дела и слова к престолу праведного судьи. Сердце придет в трепет, и внутренности изменятся, когда будет обнаружение дел, строгое исследование помыслов и речей. Кто не вострепещет, кто не будет плакать, кто не прольет слез, когда там обнаружится все, что каждый из нас сделал в тайне и во мраке. В пояснение этого представлю вам в пример плодовитое дерева, которое во время свое вместе с листьями дают плод. Низрине откуда-нибудь облекается дерева своим благолепием, но извнутрь себя каждая дает плод по роду своему. Так и в тот страшный день все тела человеческие изведут из себя все, что сделано доброго и худого, и каждый принесет к престолу грозного судьи дела, как добрый и приятный плод и слова, как листья. Святые принесут плод доброделания, прекрасный и драгоценный. Мученики принесут прихвальное терпение в мучениях и озлоблениях. Подвижники принесут труды воздержания, бдения и молитв. А люди грешные, нечестивые и оскверненные со стыдом и плачем и сетованием принесут туда плод скверный и неправ, пищу для неусыпающего червя и огня неугасимого. Почему же не родим? Или не знаем, что нас ожидает? Зная же, чего ради не плачем день и ночь, умоляя Бога дать нам покаяние, чтобы избавиться от того стыда и вечной тьмы. Там заградятся грешные уста наши, там вострепещет вся тварь, вострепещет у самой чины святых ангелов от славы и грозности пришествия Господня. Что скажем ему в день тот, если проведем в нерадении все время свое? Здесь, долго терпелив, он и всех влечет, и приемлет милостью царство свое. А там потребует отчета, и суд без милости произнесет над хотевшими последовать ему и нерадевшими. Вот уготованы с одной стороны царство и жизнь, упокоение и радость, с другой вечное мучение во тьме кромешной. Иди, куда хочешь, на все дана свобода. Потому, если не родишь ты и не желаешь спастись, не ходишь прямыми путями Божьими и не хочешь исполнять заповеди Его, то сам себя губишь, сам себя извергаешь из небесного чертога. Святой Бог единородного Сына Своего не пощадил ради тебя, а ты, несчастный, не милуешь себя самого. О, отрезвись же, наконец, немного и пробудись от сна твоего греховного. Взойди на высоту и увидишь, что все, находящееся внизу, ничтожно. А если сойдешь с высоты, то подивишься и малому выбеленному дому. Восемьдесят. Позаботимся о своем спасении, позаботимся о часе смертном. Увы, как страшен час смертный, когда душа разлучается с телом. Тогда будут сопутствовать ни отец сыну, ни мать дочери, ни жена мужу, ни брат брату, но только дела каждого. То, что он наделал, доброго или худого. Пошлем же перед собой дела добрые, чтобы, когда и сами пойдем туда же, они приняли нас в оград свой. Если хочешь наследовать царство здесь еще, снищи дружество царя. В какой мере будешь чествовать его здесь, в такой степени он возведет тебя. Сколько здесь послужишь ему, столько и тебя почтит он там. Ибо написано, только прославляющие меня прославлю, и уничижающие меня бесчестны будут. 1 Царств 2.30 Что же его всей душою, чтобы и тебя, чти его всей душою, чтобы тебя сподобил он чести святых. Спросишь, как же снискать благоволение его? Принеси ему золото и серебро через помогание нуждающимся, если имеешь. Если же у тебя нет ничего такого, иные дары принеси ему, любовь, веру, воздержание, терпение, великодушие, смиренно мудрее, удерживайся от осуждения. Блюди очи свои, чтобы не видели суеты, руки свои, чтобы не делали неправды, ноги свои уклони с худого пути, утешай малодушных, будь сострадателен к немощным, подай чашу студенной воды жаждущему, дай ломочь хлеба алчущему, что имеешь у себя, и чем он наделил тебя, то и принеси ему, ибо и двух лет, сдависанных, не отверг Христос. Будем чаще вспоминать о муках ожидающих грешника, чтобы возбудить себя к покаянии и пресечению грешной жизни. Что меньше комара? Но мы его укушение не можем стерпеть. Что же будет там от ядовитого, неусыпающего червя? При наступлении вечера говорят, зажги светильник, потому что темно, и тьма прогоняется светильником. Что же будем делать там с непроницаемой тьмой и непристающей? Здесь кого опаляет солнечные лучи, он бежит под тень. Что же будем делать с неугасимой огненной гиеной? Приди в себя и не пренебрегай пламени никогда неугасимого. А если пренебрегаешь, то здесь еще испытай себя, можешь ли снести жестокость огня мучительного. Зажги светильник и приложи конец перста. Если в состоянии будешь вынести эту боль, то, может быть, и там возможешь помочь себе, если же когда все тело твое вне огня не может выносить боли одного малого члена, то что будешь делать, когда все тело вместе с душой ввержено будет в гиену огненную? Странники и пришельцы мы в этой жизни, но не знаем, когда восхищены будем отсюда. Многие, проснувшись утром, не доживали до вечера, другие уснув вечером, не достигали утра. Человек в суете уподобился, дни его, как тень приходит. И кто знает, не наступило ли уже время нашего разрешения. Не будем же не родить о своем спасении. 85. Блаженство в час смерти окажется жертвой святою, благоугодную Господу, кто с великой радостью разлучается с телом и суетную жизнью. Ангельские силы, увидев его на небесах, восхвалят его, как подобного себе раба благоискусного в Господе.